Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня я снимаю очередной обзор на компанию Фаберлик и начну с новинок. Появились у них колготки меланжевые. Раньше были обычные. Вот в такой вот упаковке. А сейчас есть три цвета меланжевых. Серый меланж, синий и, по-моему, бордо. Вообще, мне нравятся меланжевые, поэтому я сразу же решила заказать. Именно серые. Вот так вот они, значит, выглядят. Сейчас я вам их покажу поближе. Вот так вот на руке натяну. 40D. Колготки просто отличнейшие. Они не сползают, они не скатывают, то есть катышков на них нет. Они очень приятные к телу, они ноские. В общем, одни только плюсы. Единственное, что девочки меня спрашивали, большимерят ли они, я не могу сказать. Потому что я беру себе всегда самый большой размер XL. У меня длинные ноги. И вообще, как бы мне... Вот раньше вообще было проблематично купить колготки, потому что они у меня все были короткие. Сейчас, кстати, многие марки стали выпускать для длинноногих девушек, слава богу, колготки. Поэтому компания Фаберлик не исключение. XL для меня идеально подходит. Они просто супер-супер для моих ног. У меня ноги 115 где-то сантиметров. Вот, поэтому как-то вот большимерят ли они, я не могу сказать. Вот нижнее белье, я точно знаю, что большимерят, а колготки не могу сказать. И, значит, еще одна новинка появилась на сайте. В принципе, девчонки писали, что они раньше были, но вот потом какой-то период их не было. И вот сейчас они наверняка улучшены. Появились прокладки женские, средства интимной гигиены. Несколько как... Немножко сковано, но, в принципе, чего бы... Почему бы и нет? Что такого? Потому что прокладки, на самом деле, достойные внимания. Мне они очень понравились. Здесь ночных 7 штук в такой вот упаковке. Все прокладки с анионовым чипом. Он предохраняет от развития всяких там болезнетворных бактерий. Все прокладки ароматизированные. Запах зеленого чая не критичный, нормально. Все как бы... Все дозировано. Все хорошо. 10 дневных вот с такой вот розовой, значит, эти розовые этикетки. И 20 ежедневок. Прокладки, на самом деле, еще раз повторюсь, достойные. Они супер тонкие. Если кто любит что-то потяжелее, то наверняка они вам не очень понравятся. Вот. Поэтому как-то вот такой вот нюанс. Но вообще, в общем и целом, качество у них достойное. Больше, наверное, ничего не буду говорить. Кому интересно, попробуйте. Цена, в принципе, адекватная. И последние новинки, что я вам покажу, это лаки из линейки новой декоративной, да, Secret Story. Помаду я вам уже показывала. И решила попробовать лаки. Вот такой вот красный красавчик. Роковой прям красный цвет. Свочи на него нету, но лак идеально перекрывает ноготь. Достойно, кстати, держится. Запах у него нормальный запах. В отличие от летней лимитки красный, там был жутко пах. Я вообще не могла им пользоваться. Этот хорошо пахнет, как надо лаком. И два вот таких вот супер красавца. Кстати, да, у красного 7287 номер. И вот таких вот два красавца. Это песочки 7278. Мало того, что они пески, они еще и с блестками. Обалденнейше смотрятся. Мало того, что поколочка красивая, но и сами лаки по себе шикарные. И 7280. Вот такой вот сиреневый. Прямо на праздники куда-то. Ну и вот на них свочи. Вот такие вот красивые очень они. Песочки и еще с блестками. Просто красота. Насчет стойкости. Вы знаете, на мне пески вообще все недолго держатся. Но эти, в принципе, достойно. Дня два я могу с ними походить. И эффект, конечно, просто шикарный, на мой взгляд. Мне они очень понравились. Так, это, наверное, все были новинки. Еще единственное, что может быть вот такая вот лимитированная. У них сейчас вышла серия водичек. Их всех по 15 миллилитров. Это у меня шате де ла луар. Я хотела очень давно попробовать. Все боялась купить в полном объеме. И, значит, купила вот такой вот вариант для сумочки. И что я вам скажу. Когда я его нанесла на шарф, не на тело, я шла. И, знаете, вот он со мной шел. И вот он как-то вот мне такой вот, а на улице как бы холодно, да, промозгло. И он такой вот кокон создал. И такая идут все такая теплая, все такая уютная. Он очень женственный. Он очень правильный. Он очень приятный такой. Какой-то вот родной. Какой-то, вы знаете, свой. Прямо вот очень уютный. Прямо как вот теплый шарф. Ирис наверняка здесь есть что-то. Еще я вообще, вы знаете, если его сравнивать, например, с ароматом. Доктор Пьеррику там был раньше у них с ирисом какой-то там. Я уже не помню, сейчас его нету. Что тот был такой мерзкий. Мне он вообще абсолютно не нравился. Какой-то противный, прям противоза. А этот вообще просто шикарный. Вы знаете, все правильно здесь. Настолько все правильно. Я никогда бы не подумала, что Фаберлик будет такая прелесть. Я закажу обязательно в полном объеме. Я ему ставлю пятерку с плюсом. Еще один аромат, который я заказала. Я заказала без ведома моего сына. Решила ему еще как бы, думаю, ну пусть еще раз какой-то там протестирует аромат. Потому что до этого как будто не очень ему угодило. И заказала, значит, еще вот такой вот ему пульс. По описанию вообще, я думала, и, кстати, по самому оформлению, я думала, что он будет такой легкий, свежий. Такой спортивный, знаете, какой-то. Ну вот, в общем-то, абсолютно противоположность, мне кажется. Флакон вообще не соответствует содержимому. Аромат тяжелый, смоленистый. Аромат восточный. Аромат полностью, аромат моего мужа. Что он любит. Я уже на нем, кстати, очень с трудом переношу эти запахи. Они меня уже душат. Потому что он очень тяжелый. Вот. Но мужу понравится. То есть мужу понравился. Я знала, что он ему понравится. В общем-то, опять сыну ничего не досталось. И вот придется отдать мужу. Так. Что еще я вам покажу. Да. Еще один лак, который был бонусом, это сушка лак. Он с такими мелкими. Я как-то его показывала. Но вот их, если честно, эту слюду вообще абсолютно не видно. Он с такими мелкими-мелкими частичками. Светоотражающими, что ли. Но сушка мне это нравится. На самом деле быстро сушит. И глянец дает неплохая. Неплохая у них сушка. Мне нравится по всем параметрам. Что еще заказала? Щетку зубную. Хотела давно попробовать щетку. Вот так вот она выглядит. Я люблю вообще такие щетинки. Крис-кросс. Вот. Как бы. Такие наискосок. Щетка, когда вот так вот чищу, она мне очень нравится. Но когда вот так вот надо плашмя проходиться по зубам, она мне кажется немножко узковата. Вот если бы у нее платформа была чуть пошире, она бы вообще для меня была идеальной. Ну а так вообще неплохая, в труднодоступные такие дальние места. Хорошо ее прорабатывать, так скажем. Да. Еще я заказала, опять же повторила себе формула молодости. Напиток сухой концентрат, порошкообразный. Я его не развожу, я просто как бы вот порошком две ложки с утра съедаю натощак. Я просто, я обалдею от него. Я не знаю, я бы ела его ложками, прямо вот целыми бы банками. Потому что здесь куча кедровых орехов, он классно пахнет, он очень вкусный. Мало того, что он еще и полезный, в общем-то обожаю его. Что здесь состав? Кедровый белок, лицетин, подсолнечный, глюкоза, виноградное, пчелиное, маточное молочко. В общем, не знаю, насколько он там меня делает молодой, но то, что он вкусный, это факт. И то, что он очень... Вот муж, кстати, мой не переносит кедровые орехи, у него потом все першит в горле. Поэтому я одна наслаждаюсь. В общем, супер, супер полезная вещь и супер вкусная. И последнее, что я вам покажу, это из линейки Сингара. Я опять себе заказала гель-спрей для очищения воздуха с Монарды. Уважаю вообще вот эту вот линейку для дома именно. Вообще классная. Да, кстати, не только для дома и по здоровью тоже, и спрей для полости рта мне нравится. И, в общем-то, спрей для интимной тут тоже гигиены неплохой. Это, значит, увлажняет, освежает воздух, снижает риск распространения бактериальных и вирусных заболеваний. Сейчас тут как раз, кстати, актуально. Проявляет высокую активность в отношении вредных плесневых грибов, в том числе черная плесень, улучшает качество воздуха, очищает его от вредных химических примесей и нейтрализует неприятные запахи. Вообще супер вещь, очень люблю, жалко, что мало, быстро кончается, 200 мл всего. И запах мне очень нравится, такой, знаете, лесной какой-то. Но вот не то, что хвоя, а вот что-то там вот такое все вот, все вместе, скажем так. Это был весь мой заказ из Фаберлик. Я надеюсь, надолго вас не задержало. Пишите, комментируйте, скоро увидимся. Всем пока.